Благословение Господне да пребывает со всеми нашими богомольцами, собравшимся сегодня почтить воскресный день. Когда мы открываем наш церковный календарь, мы видим иногда разные бывают дни. Иногда память одного святого, иногда нескольких святых, иногда больше десятка святых. И некоторые святые включаются в наш Месяц и Слов, так как в поместных церквях происходит прославление разных угодников Божьих. И после этого они включаются в наши святцы, как, например, старец Паисий Святогорец, недавно прославленный. И вот в ноябре месяце мы праздновали уже не первый год память замечательного подвижника веры и благочестия, очень такого смиренного подвижника, который как бы находится, день его памяти приходится на день памяти апостола Евангелиста Матфея, если мне память не изменяет, 29 ноября. И так очень смиренно этот святой находится в тени более известного угодника Божия. И зовут его Филумен. Филумен в календаре мы читаем память священномученика Филумена Святогробца. К сожалению, у нас много разных книжек есть, так сказать, вот, откуда мы житя святых черпаем, но иногда бывает так, что, как бы, книги не успевают за церковным календарем, за прославлением каких-то угодников Божьих. И иногда вот смотришь календарь, думаешь, про этого святого ничего не зная. Где бы почитать? Благо, есть интернет. Да? Набиваем, кому интересно, смотрим. Вот, и опять же, есть очень такой, как бы, действенный способ как-то включать в свою жизнь угодников Божьих. Ведь если мы к ним молитвенно обращаемся, то и они нас начинают поддерживать. Но как нам к ним молитвенно обращаться? Самый простой способ это, чтобы у нас дома был православный календарь с днями памяти всех святых. И мы этим православным календарем должны научиться пользоваться. Каким образом? Вот мы, когда молитвы читаем, утренние или вечерние, как мы их заканчиваем? Мы говорим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я говорю, Господи, благослови. И после этого читаем короткую молитву. Вот в этом молитвослове, например, разные бывают молитвки короткие. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших, и всех святых помилуй нас, аминь. Нам ничего не мешает в эту же молитву добавлять тех святых, которых мы почитаем. Может быть, тех святых, через которых мы названы. Или святых дня. И вот так у нас происходит, как сказать, добрый навык появляется заглядывать в календарь. Потому что в календаре бывает много чего интересного и назидательного. И вот, когда мы открываем дату памяти священному ученику Филумена, мы видим в скобочках дату его кончины – 1979 год. Большинство из нас жил и в это время. Я уже как, мне было уже целых пять лет в детский садик не ходил, но в ясли, так сказать, точно уже как бы там находился. Да? Или в детский садик, в детский садик, наверное, ходил, да. Из ясли уже вырос, да, к тому времени. Вот. И так вот как-то вот мы соотносим свою жизнь с жизнью подвижников Божьих, да. Что-то было в нашей жизни, а в этом году он в 1979 родился в вечности. И для меня было такой большой радостью после совещания какого-то в префектуре на прошлой неделе. Когда бывают такие совещания, я себе устраиваю какие-то такие небольшие как бы разгрузки, так сказать, там, там как бы бывает загрузка такая, да. Что-то объясняю, что-то какие-то задачи ставят, да. Какие-то общие вопросы обсуждаем с представителями власти. И реставрации, строительство храмов. Вот. Это все непросто бывает. Иногда вот в храм какой-то зайдешь, который рядышком, или еще куда-то, решил зайти на Троицкое подворье. Есть у нас такое замечательное Троицкое подворье в центре Москвы. Там книжная лавка есть очень такая хорошая. Вот. И очень обрадовался, увидев книгу, такую толстую, хорошую книгу, посвященную священномученику Филумену. Этот угодник Божий происходил, будучи этническим греком, родился на Кипре, в Никосии. У него была очень благочестивая семья, прямо вот так вот с таким удовольствием прочитали про его бабушку, про родителей таких. Такие родители хорошие были, семья многодетная была, благочестивая, верующая, молитвенная, бабушка такая чудесная, неграмотная. Но своих внуков она старалась как могла к вере приобщать. Почитай мне там, детка, вот, я, говорит, не могу найти, найди мне в книжке такое-то место. Внуки там раз-раз-раз ищут что-то. Или там, ой, сил моих нет, там, внученька, доведи меня до церкви. Ну, там внучка пошла провожать, сама осталась на службу, да. И вот так вот бабушка как-то пыталась детей, которые, в общем-то, ну, как-то вот они вот движутся, так сказать, им нужно, движение нужно, да. Вот она их как-то занимала и как-то вот за собой тянула в сторону Дома Божия. И два ее внука стали монахами. И Филумен Святогробец, почему такое название? Дело в том, что есть так называемое Святогробское Братство. Братство Святого Гроба. Что это за братство? Это так именуются монахи, как правило, греческие, которые служат на гробе Господней. И как бы обслуживают вот все нужды этого храма, храма, который по-разному называется, храм Гроба Господня, храм Воскресения Христова, Кувуклия. Вот, так сказать, члены Святогробского Братства, они как раз вот занимаются как бы тем, что как бы служат в этом храме и в разных храмах города Иерусалима и окрестностей. И вот отец Филумен, он очень такой смиренный человек был, как бы монахом таким был, замечательным молитвенником. Вот такой очень хороший, смиренный, добрый человек. И вот его поставили в такое место интересное, о котором мы с вами знаем из Евангелия. Помните, когда Господь ходил из Галилеи в Иудею, все время упоминается о том, что он должен был проходить через Самарию. Вот такое место, где жили люди, которые правоверных иудеев не принимали. Даже Христа однажды не приняли, потому что лицо его было лицом человека, идущего в Иерусалим, читаемый в Евангелии. И вот в этой самой Самарии было такое местечко, где по преданию патриарх Иаков выкопал колодец. Этот колодец сохранился до нашего времени, глубиной примерно 35 метров, диаметра 1 метр. Такая достопримечательность. И вот над этим колодцем начали строить дом Божий, храм. Но в 1913 году строительство прекратилось, потому что в основном деньги шли из православной России. И вот гражданская война, разруха, утрата вот этих связей. И Афон начал страдать, потому что он очень сильно подпитывался русскими деньгами. И святая земля тоже. И вот строительство прекратилось, к сожалению. Потом оно было начато уже при Ясире и Арафате. И был выстроен замечательный храм. И вот отец Филомен там служил, но, к сожалению, были в этой местности религиозные фанатики, которые всячески его запугивали, угрожали. Но он смиренно, спокойно шел на мученичество. И вот как раз в 1979 году он принял мученическую смерть от религиозных фанатиков на этом месте, которым не нравилось, что там находился святой крест, святые изображения, что там вообще стоял православный храм. Мощи его были обретены. Вот он почитается святым, как бы, вселенского православия. Сначала мощь находилась его в Иерусалиме, а потом через некоторое время были перенесены в то место, где он пострадал. Тот самый колодец Иаковля, около которого Господь наш Иисус Христос, простой женщине по имени Светлана Фатиния, открыл себя как мессию, как спасителя рода человеческому. И вот на этом месте в 1979 году отец Филомены пострадал. Вот такой замечательный подвижник. И наши календари, вот каждый святой, каждый святой, это такая вот в календаре, такая закрытая книга, да, открыть которую зависит только от нас. Захотим мы познакомиться с жизнью этого подвижника благочестия, или не захотим. Вот должны быть у нас какие-то добрые навыки, да. И вот один из добрых навыков, о котором я уже сказал, это хотя бы в календарь заглядывать. Не только знать памяти Николая Угодника, так сказать, каких-то особых икон, но и прочитывать, так сказать, просто вот список тех святых, которые есть в церковном календаре, потому что за каждым из них стоит жизнь, прожитая с Господом, и жизнь каждого из них величайшее для нас назидание. Всех вас поздравляю с праздником, с воскресным днем, и напоминаю, что завтра в нашем храме две божественные литургии. Начало часов ранней без двадцати семь, начало часов поздней без двадцати десять. Спасти всех Господи! Субтитры создавал DimaTorzok